Всем огромный привет! И в этом видео я хочу вам рассказать о своем уходе за лицом утром и вечером. Честно признаться, какой-то определенной системы по уходу за кожей своего лица у меня абсолютно нет. Также все мои средства, которые я для этого использую, они абсолютно разные, разных марок. То есть я не отдаю предпочтений никакой определенной марке. Но это совершенно не значит, что мой уход может подойти вам, так как все мы индивидуальны, у всех кожа абсолютно разная. У меня кожа склонная к жирности, комбинированная. Зимой на некоторых участках она становится сухая, но тем не менее все равно больше склонна к жирности. Я все время пользуюсь разными средствами, то есть пробую каждый раз что-то новое и смотрю, подходит ли мне это средство или нет. Вот, и именно в этом видео я хочу вам рассказать и показать тот уход, который существует у меня именно на данный момент. То есть именно те средства, которые я использую именно в этот определенный, скажем так, период своей жизни. Честно признаться, еще хочу вам сказать о том, что я не прямо уж такой фанат ухода. И иногда, вернее, ну как бы раньше я очень часто ленилась вообще даже мазать свое лицо кремом и так далее. Очень часто про это забывала и забивала на это. Но сейчас в последнее время я как бы взяла себя в руки и пытаюсь перебороть свою лень. И пытаюсь ухаживать регулярно за своим личиком, вернее за своей кожей лица. И давайте уже не будем тянуть и приступим и покажу вам средства, которые я использую. Начнем мы с вечернего ухода. Я умываюсь именно перед сном, то есть в принципе, когда я прихожу домой и больше мне никуда не нужно идти, я не сразу смываю макияж, я макияж начинаю смывать только уже непосредственно перед тем, как ложиться спать. И смываю я свой макияж вот таким гелем для умывания от фирмы Фиберлик. Я вам уже его покажу. Это средство из кислородной серии, именно вот кислородную серию Фиберлик я очень-очень люблю, уже много раз говорила. Этот гель идет именно с освежающим эффектом и подходит конкретно именно для комбинированной кожи, такой как у меня. Мне он очень нравится, я о нем подробно рассказывала в видео о своем заказе из Фиберлика. Отлично смывает макияж, при этом абсолютно не сушит кожу, даже немного как бы ее увлажняет, никакого чувства стянутости нет. Но все-таки, если у меня был более интенсивный макияж глаз, например, какие-то стрелки, подводка или еще что-то, то этот гель, он не до конца смывает макияж именно с глазок. И в этом случае мне на помощь приходит вот такой лосьон от фирмы Черный Жемчуг из серии Био Программа. Это лосьон для снятия макияжа с век, с биоэкстрактом белого чая, эффектно удаляет макияж, мягчает кожу век. Вот такое средство, о нем я тоже как-то рассказывала в одном из своих видео, по-моему, летом это было. Мне он очень нравится, отлично смывает остатки макияжа с глаз, абсолютно глаза не жжет, не режет, никаких дискомфортных ощущений не вызывает. Очень мягкий такой лосьон и действительно отлично убирает остатки макияжа с глазок, поэтому мне очень нравится. Также частенько, ну, наверное, где-то через день я вот так вот чередую и через день я использую вот этот нежный пилинг для лица от фирмы Натура Сибирика. Другим сейчас я скрабом не пользуюсь, так как вот этого пилинга мне вполне хватает, о нем я тоже рассказывала. В нем очень мелкие вот эти вот скрабирующие частички, но при этом он очень такой нежный и отлично отшелушивает омертвевшие такие клеточки. Конечно же, какие-то черные точки он не очищает, но при этом все равно кожа очищенная, без каких-либо загрязнений. Вообще это средство идет для сухой и нормальной кожи, именно поэтому он такой мягкий и в принципе он действительно подойдет для сухой кожи. Но я, так как я его использую часто, как я и сказала, то в принципе мне он тоже подходит и дает неплохое очищение, мне нравится, поэтому частенько его тоже использую. Также два раза в неделю я стараюсь делать маску для лица. У меня раньше было очень много масок, но сейчас вот я остановилась на одной единственной маске, которая мне больше всего нравится. О ней я также снимала вообще отдельное видео об этой косметике. Это косметика израильская на основе минералов мертвого моря, называется Dr. Olingin. Очень мне нравится эта маска, она отлично питает, очищает, увлажняет кожу, после нее лицо такое свежее, красивое. Использую ее, как я и сказала, два раза в неделю, этого мне достаточно, больше никакими другими масками я не пользуюсь. Также никакими народными рецептами тоже я на данный момент не пользуюсь. Вот этой масочки мне вполне-вполне хватает. Далее, после того, как я умылась, сделала все вот эти процедуры, я, конечно же, чаще всего я использую тоник для лица. Тоник на самом деле очень важен, очень многие про него забывают, и я в том числе и раньше тоже про него всегда забывала. Но теперь я тоник использую постоянно, так как тоник, он придает тонизирующий эффект нашему лицу, он еще лучше очищает нашу кожу, в общем и так далее, он даже ее подтягивает. Вот, поэтому я использую вот такие вот два тоника. Первым я только вот начала недавно пользоваться, он у меня стоял, я про него как-то забыла, это тоник от фирмы Академи, он был в одной из коробочек. Здесь, в принципе, 50 мл, так что я думаю, что надолго хватит. Но вот я только начала его использовать, он очень легкий такой, нежный, абсолютно не сушит кожу, мне он нравится. Но чаще всего я вот хочу закончить вот этот тоник от Клиросил, ежедневный уход, лосьон для глубокого очищения. Написано, что матирует кожу, борется с черными точками, предотвращает воспаление. На самом деле все это действительно так. У меня в подростковом возрасте была достаточно проблемная кожа, у меня были прыщики, и слава богу, сейчас ничего этого у меня нет, и единственное, что у меня действительно кожа жирнится. Вот это да, проблема. Но этот тоник на самом деле с этим справляется, он действительно делает кожу более матовой, более очищенной, и действительно препятствует каким-то воспалениям. То есть я заметила, что когда я использую этот тоник, то никакие воспаления, никакие прыщики меня вообще не беспокоят. Как только я перестаю им пользоваться, то какие-то маленькие прыщички могут возникнуть. Вот поэтому я чаще всего использую этот тоник, мне он нравится. Не знаю, подойдет ли он девушкам, у которых действительно есть какие-то проблемы, прыщики сильные, не знаю. Но вот мне помогает, он действительно, скажу так, предотвращает появление таких вот неприятностей на лице. Поэтому вот уже у меня осталось меньше половины, мне он нравится. Далее, после того, как я очистила свою кожу тоником, протонизировала ее, скажем так, проходит какое-то время, может где-то минут 15, и я на ночь сейчас использую вот такое средство. Это сливки для лица, глубокого действия. Написано, что здесь омоложение, питание, плюс тонус от фирмы Nanoderm. Эта фирма продается, в принципе, в Литуале, можно ее купить. На самом деле, конечно же, никакое омоложение мне не нужно, поскольку, ну, как бы еще, наверное, рано в моем возрасте задумываться о омоложении. Но действительно, питание и тонус эти сливки придают. Они очень-очень нежные, такие питательные. Но при этом они, несмотря на то, что они очень такие нежные, действительно питают хорошо кожу, они легко впитываются, они не оставляют никакого жирного блеска, никакой жирной пленки на лице они не оставляют. Но при этом кожа напитанная, насыщенная, именно то, что и нужно для ночного и вечернего ухода. То есть, в течение ночи моя кожа, она насыщается, она питается вот этими полезными свойствами, которые содержатся в этих сливках. И наутро я просыпаюсь, у меня кожа очень мягкая, нежная, и как бы светится изнутри. Мне нравится, как она выглядит. Вот этими сливками я очень-очень довольна. Вот, и я также использую их и на шею, потому что про шею тоже не стоит забывать. Омолаживающий эффект на шее, он всегда как бы не помешает, так как шея очень часто выдает наш возраст, то, как она выглядит. Вот, и действительно такой вот подтягивающий эффект в этих сливках есть. После того, как я нанесу на свое лицо эти сливки, да, то как бы кожа немножко как подтягивается. И я стараюсь наносить их именно по массажным линиям, то есть, вот так вот распределяю. То есть, я не мажу, да, вот такими хаотичными движениями, а стараюсь наносить именно по массажным линиям. Ну вот, в общем-то, это вот такой вот у меня вечерний уход. Ну и последнее, что я делаю, это я использую вот такой крем для века, мажу на свои глазки. Этот крем от белорусской фирмы, честно говоря, не скажу, а, от фирмы Белл Косметикс. Это белорусская фирма, здесь очень такой удобный носик, удобно наносить на глазки и под глазки. Какого-то особого прям эффекта я от этого крема как бы не вижу, но, в принципе, мне особый эффект и не нужен, поскольку никаких кругов, синяков и мешков под глазами у меня нет. Я его использую просто так, чисто для профилактики. Ну и так, в общем, закончили мы с вечерним уходом и давайте перейдем к утреннему. Утренний гораздо проще. Когда я просыпаюсь с утра, я, конечно же, просыпаюсь рано, где-то пол седьмого, ну, может быть, в семь, потому что мне нужно к восьми успеть на работу. И что я делаю? Я просто умываюсь не холодной, но немного прохладной водой. Во-первых, это придает, опять же, тонус коже и помогает быстрее проснуться. Иногда я использовала, то есть не иногда, а наоборот, извините, очень часто я использовала вот такое средство с утра для умывания, оно у меня уже закончилось. Это освежающий мусс для умывания для нормальной кожи от Нивея. Мне он очень нравился, именно, конечно же, макияж он абсолютно не смывает, поэтому для вечернего ухода я не стала его использовать, но именно для утреннего ухода, чтобы, ну, немножко освежить кожу, да, немножко ее очистить, так как, ну, все равно, да, она требует очищения даже с утра. Я использовала вот этот мусс, мне он очень нравился, как видите, он у меня закончился. Я думаю, что я наверняка приобрету его еще раз, так как, действительно, для утреннего умывания он подходит на все 100%. После этого я использую вот такое средство, это натуральная цветочная вода. Я про нее тоже рассказывала в видео об органической косметике. Вы можете подумать, что я ее не пользуюсь, потому что здесь ее, ну, как бы очень много еще, но на самом деле она просто очень-очень экономичная, она распыляется просто какими-то микроскопическими дозами, но при этом этого хватает, чтобы освежить лицо. Эта водичка она действительно очень хорошо питает и при этом освежает личико, помогает проснуться коже и выглядеть более красивой, здоровой и свежей. И после того, как эта водичка уже, ну, как бы впитается, да, я использую вот этот замечательный крем от Faberlic, также из серии Beauty Cafe, вкусный кислород. Это крем для лица, монтирование и контроль, томат и базилик. Я о нем вам рассказывала, девчонки, всем, у кого жирная, комбинированная, склонная к жирности и так далее, кожа, я реально советую этот крем. Я от него просто-просто в восторге. У него потрясающий, очень интересный запах томата и базилика. Действительно, такой запах в кремах встречается очень-очень редко. Здесь он есть им, но это важно, потому что им приятно пользоваться. У него очень нежная, очень легкая консистенция. Он отлично впитывается быстро, не оставляет никаких следов. Отлично подходит именно под макияж, именно для утреннего использования. И при этом он действительно матирует кожу. То есть она не выглядит какой-то стянутой, сухой и так далее. Она просто выглядит именно матовой. Жирный блеск реально каким-то магическим способом устраняется. И в течение дня кожа тоже выглядит очень даже красиво. И реально меньше жирнится благодаря вот этому крему. Поэтому я в полнейшем от него в восторге. И когда он у меня закончится, я обязательно буду заказывать его еще. Потому что, ну, мне он очень понравился. Просто вообще вот супер крем именно для утреннего такого дневного использования. Прям, ну, вообще даже слов нет. Реально мне он очень-очень понравился. Ну, вот и все. Вот такой вот незамысловатый у меня уход за моей кожей лица. Надеюсь, что вам понравилось. Ничего особенного. Большое спасибо, что оставались со мной, что посмотрели это видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok